Неподалеку от нового храма в исторической части города продолжаются раскопки на месте другой святыни, Никольского женского монастыря. После восшествия на престол Бориса Годунова сюда была сослана бабушка первого царя из династии Романовых. Мария VI прожила в Чебоксарах до конца своих дней и здесь же была погребена. Многие предполагают, что ее останки до сих пор хранятся в склепе под землей, но реальных подтверждений этому пока нет. Археологи близки к разгадке. Что удалось обнаружить экспедиции узнавал мой коллега Дмитрий Ковалев. Каждый день приносят археологам новые открытия. Буквально за неделю им удалось собрать три огромные коробки с находками. Экспедиция находится на верном пути, в этом историки уже не сомневаются. Место погребения Марии VI обнаружили и на старых планах монастыря. По всей видимости здесь находился алтарь. Уже раскопана часть кирпичной кладки. Это первый этаж южного предела. А недавно на поверхность подняли осколок плиты. По всей видимости, ею и был уложен пол собора. Правда, в более поздний период после реконструкции. Она делалась по слоям из цветных материалов. Это очень дорогостоящее производство, что удивительно в нашей местности. И точно такую же плитку мы обнаружили в известном доме купца Ефремова. Одной у сыновей в здании, в котором сейчас находится художественная галерея. И отделка первого этажа и второго сделана из точно такой же плитки. Археологи предполагают, что место захоронения Марии Шестовой все-таки не было тронуто. Сто лет назад усыпальница уже была обследована специалистами. В начале 20 века здесь тоже проводили раскопки. И согласно документам, останки бабушки царя Михаила Романова были завернуты в чистые бумаги и положены обратно в склеп. Эта территория превратилась в место паломничества. В 1913 году, в год 300-летия дома Романовых, была создана большая комиссия во главе с казанским губернатором, который приехал в Чебоксары. И в торжественной обстановке они вскрыли это погребение, очень подробно описали, составили большой протокол и направили его Николаю II. И впоследствии, когда уже государем было признано это погребение, уже ему придали другой статус. Но в 1936 году храм был снесен. Историки предполагают, что из его кирпичей был возведен жилой дом. Сейчас в подвале здания расположен ресторан. Зайдя сюда впервые, директор Надежды Рыбакова заприметила необычную кирпичную кладку. И только потом поняла, какие тайны хоронят эти стены. У них совершенно другой размер, и они и по толщине, и по длине кирпича, они, ну, другие. У нас есть вот такой вот с вами кирпич сейчас? Вот обратите внимание, посмотрите, какой большой кирпич. Такого кирпича сейчас нет, сейчас другие стандарты, видимо, и по высоте, и по ширине. Но вот стандартный кирпичик, который сегодня. Поэтому было очень интересно. Кирпичи такого же размера археологам удалось обнаружить в первый день раскопок. Судя по всему, эта кладка была выложена во дворе монастыря. Отыскали участники экспедиции вот такой артефакт. Поначалу все думали, что эта кованая деталь – часть оконной решетки. Но очистив находку от грязи, выдвинули другую версию. Но расчистив, мы увидели, что она достаточно изящная, ажурная. И сегодняшняя наша версия, что, возможно, это деталь алтарной части самого Никольского собора. Очень аккуратный орнамент. Алтарная часть находилась в одном помещении с усыпальницей. Поначалу это были только предположения, но археологи и краеведы составили точную схему этого места. В раскопках участвуют и студенты-историки. Каждый день участники экспедиции поднимают наверх частички посуды, кости и камни. Просто попадаются в обычные крепичи, которые фундаменты. Или черепки. Они имеют историческую значимость, а камень – фундамента нет. Есть азарт, что в этой кучке найдешь или не найдешь. И хочется, если найдешь, например, такое чувство, что да, я сделал какой-то вклад в нашу историю, и хочется дальше, дальше работать, дальше копать. Значение имеет каждая находка. Все, что удалось обнаружить потом, исследуют специалисты. Но, по всей видимости, все версии археологов они подтвердят. Археологи находятся уже в полшаге от истины. Еще 20-30 сантиметров и должен показаться пол у сопальницы Южного предела. Согласно документам, именно здесь была похоронена Мария Шестова. Правда это или легенда станет известно уже скоро. Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика.